Мы не можем выбрать время, в которое живем. Зато мы можем помнить время, в которое могли бы жить. Вспомнить все. Здравствуйте, у микрофона Валерий Гусев. Программа о памятных датах Земли Псковской выходит в эфир при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки. Предлагаю поговорить о наиболее интересных событиях, которые произошли в истории Псковщины 25 ноября. В этот день, в 1477 году, великокнежеский наместник, князь Василий Васильевич Шуйский, целовал на вечи крест перед псковичами и великокнежеским воеводой Василием Дятлевым. Тогда же стало известно, что великий князь Иван III окончательно отказался примириться с новгородцами. В XV веке князь-наместник, посадники и вечи являются в Пскове тремя неразделимыми властями, к которым обращались в делах внешних и внутренних, и которые решали эти дела по общему совету. Если вечи избирал воевод, то князь-наместник вместе с посадниками собирал войско из пригородов и властей. Нового князя-наместника принимали честно. Духовенство со крестами, посадники и весь Псков выходили к нему навстречу и сажали на княжение в Троицком соборе, после чего он целовал на вечи крест ко Пскову на суду, на пошлинных грамотах и на всех старинах псковских. Не желая более оставаться во Пскове, князь-наместник выходил на вечи и слагал с себя крестное целование. 25 ноября 1918 года частями Красной Армии Псков был освобожден от германских войск. В связи с поражением Германии в Первой мировой войне и происшедшей там революцией, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет РСФСР 13 ноября 1918 года аннулировал тяжелейший для молодой Советской Республики Брест-Литовский мирный договор. Германские войска должны были очистить все оккупированные ими российские территории, в том числе и Псков. Однако германская военщина и белогвардейские формирования, вооруженные и снабженные всем необходимым для захвата власти, после ухода оккупантов пытались любой ценой задержать или оттянуть эвакуацию немецких войск. Для того, чтобы не пустить Красную Армию в Псков, белогвардейцы только в самом городе сосредоточили две тысячи пехоты и сотню всадников. Тогда руководство Псковского губернского совета 11 ноября 1918 года направило телеграмму Ленину, в которой в связи с революционными событиями в Германии предлагалось начать активное наступление против оккупантов и белогвардейцев на демаркационной линии. Военное командование Советской Республики вскоре отдало приказ принять самые действенные меры для упорной обороны подступов к Петрограду, немедленного занятия войсками Пскова и Нарвы и последующего продвижения на Ревель и Валк. В результате наступательных операций войск Северного фронта 25 ноября 1918 года Псков был освобожден от германских оккупантов и русских белогвардейцев. Чрезвычайный комиссар Псковского участка фронта Ян Фабрициус 26 ноября направил Ленину телеграмму, в которой говорилось «Вчера вечером 25 ноября сего года в 16 часов 30 минут доблестными красноармейскими частями Торошинского участка с боя взят Псков. Белогвардейские банды при дружном натиске наших частей разбежались. В городе приступлено к восстановлению советской власти. По решению городского ВРК 300 наиболее активных пособников немецким оккупантам были взяты заложниками, а 100 были расстреляны». Но восстановленная советская власть продолжалась недолго, всего лишь полгода, а затем город вновь оказался в пламени гражданской войны. 25 ноября 1922 года родился герой Советского Союза Григорий Капитонович Гультяев. Он родом из деревни Ломоносы Пустошкинского района. С 28 марта 1940 года в рядах Красной Армии. В 1941 году окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков. С июня 1941 года сержант Гультяев на фронтах Великой Отечественной войны. Боевую деятельность начал в составе 9-го истребительного авиаполка 21-й армии. Летал на И-16. К декабрю 1942 года заместитель командира эскадрильи 788-го истребительного авиаполка. Лейтенант Гультяев сбил лично 7 и в составе группы 8 самолетов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». К 9 мая 1945 года командир эскадрильи 907-го истребительного авиаполка Гультяев совершил около 700 боевых вылетов, провел 131 воздушные бои, в которых сбил лично 9 и в составе группы еще 9 самолетов противника. После окончания войны Григорий Капитонович Гультяев продолжал службу в военно-воздушных силах. Вот такой экскурс в историю даты 25 ноября. Какими событиями войдет в историю день сегодняшний, покажет время. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok